Одни из самых сильных и искренних молитв – это молитвы, которые люди произносят в связи с вопросами жизни и смерти. Конечно, есть здоровье, работа, учеба, но так, как люди молятся о том, чтобы ближний был жив, они обычно не молятся никогда. Я сам прекрасно помню, как еще ребенком стоял на коленях и молился о том, чтобы папин друг, попавший в реанимацию, выжил. К сожалению, он умер, что, естественно, очень меня опечалило, и поставило передо мной вопрос о доверии Богу. В сегодняшнем чтении мы слышим поразительную историю о воскресении дочери начальника синагоги. Ее отец, найдя Христа на улице, падает к его ногам и усиленно просит о чуде, и Спаситель это чудо совершает. При этом самому чуду сопутствует одна деталь, которая современного человека очень удивляет. Господь делает так, чтобы свидетелями чуда было как можно меньшее количество людей. Наши современники, бывая совершенно уверенными в своей способности совершить нечто уникальное, прилагают максимум усилий для того, чтобы сделать это известным. И если бы ситуация, подобная евангельской, происходила в наши дни, комната ребенка была бы наполнена камерами новостных каналов, учеными, врачами, экспертами, все это было бы не только зафиксировано, но и стало бы достоянием человечества. Ведь речь идет о воскрешении в прямом эфире. Однако Спаситель действует совершенно иначе. Он оставляет в комнате родителей и трех ближайших учеников, а потом воскрешает девочку, строго-настрого запрещая кому бы то ни было об этом говорить. Возможно даже, что людям, которые его первоначально встретили, он сказал, она спит, только для того, чтобы после воскрешения они решили, что она просто очнулась. Иными словами, он отвечает на конкретную просьбу верующего человека, но делает все, чтобы подобных просьб было как можно меньше, потому что его цель не в этом. Редко кто обращает внимание, но в Евангелиях Христос никогда не отказывает в помощи конкретному страдающему человеку. Однако при этом также очевидно, что люди в Галилее и Иудее его времени продолжали болеть и умирать. Он не ходил из города в город, исцеляя и воскрешая всех больных и умерших, потому что его цель была не в безбедной жизни людей на земле, но в их спасении, воскресении и жизни с Богом. Конечно, каждому из нас в нашей конкретной ситуации хочется, чтобы наша просьба была исполнена, но кроме наших просьб есть промысл, которому мы призваны доверять. Чудеса, несомненно, продолжают совершаться, но происходит это не автоматически, а только тогда, когда наша просьба совпадает с волей Божьей. Но если явного чуда не происходит, это означает лишь одно – Бог ждет чудо от нас, и заключается оно в доверии Ему.